Люди со всего мира, расскажите свои самые зашкварные поступки из детства. С детства я был очень вежливым, поэтому, когда в поликлинике доктор спросил меня, «Как ты сегодня сходил по-большому?», я ответил, «Спасибо, хорошо, а вы?» Мы собирались в гости. Меня народили в новый костюм. Пиджачок, брючки, белая рубашечка. И, дабы не болтался под ногами, выставили на улицу ждать, пока соберутся родители, чтобы вместе идти. Это была плохая идея, потому что дворовые друзья в это время прикатили ржавую и грязную железную бочку. И я просто не мог не быть испытателем этого космического аппарата. Середина 80-х. Детский сад. Чтобы поиграть с какой-нибудь игрушкой, надо было её показать воспитателю и спросить разрешения. И вот я выбрал гоночную машину, которая, когда её катаешь по полу, издаёт такой лютый вой за счёт какого-то внутреннего механизма. Мои ручки тянутся её взять, и одна девочка кричит, «Не бери Христа ради!» Я подумал, что «Христа ради» — это название этой игрушки. Спустя несколько дней я подошёл к воспитательнице с этой машинкой и спросил, «Можно взять Христа ради?» Воспитательница сделала такие круглые глаза. «Можно, конечно, конечно, бери, родной!» Мне 4 года. Мы с подружкой играем в Новый год рядом с подъездом. То есть вешаем всякий мусор на нижней ветке около подъездного куста. До сих пор помню своё внутреннее ощущение уверенности, что я порадую маму и всех соседей таким вот нарядным кустиком. Мама потом играла со мной «В Новый год закончился». Ну, то есть собирали мы этот развешанный мусор вместе. Было мне лет 7. Я был наказан и вынужден сидеть дома целый день в каникулы. Приглашать кого-либо к себе было также настрого запрещено. С утра родители ушли на работу с указанием сидеть целый день и учить уроки. Не прошло и получаса, как стучится в дверь мой друган. Зовёт гулять. Я ему объяснил, что так, мол, и так. Ну и пришла тогда ему мысль посидеть поиграть в Дэнди, пока предков нет. Сидим, значит, часок-другой играем. И тут внезапно ключ в двери провернулся. Домой неожиданно рано вернулся отец. Ну, я мигом сую друга в шкаф. Сейчас, мол, возьмёт, что забыл, и снова на работу. Посиди 5 минут. Отец заходит ко мне в комнату. Ты чём занимаешься? Уроки делаю. Ага, и приставка включена. Тут в шкафу что-то чихнуло. Кто у тебя? Никого. Отец открывает шкаф. Друг не придумал ничего умнее, чем спросить. Здрасте, а Майк дома? Да, но гулять он не пойдёт, сказал отец и закрыл дверь шкафа. На корпоративе после энной бутылки шампанского 20-летняя сотрудница с Донельзя скорбным видом. Я в отношениях разочаровалась ещё в 13 лет. Один человек тогда мне причинил столько боли, что хотелось закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Её подруга приблизительно того же возраста. И у меня было подобное в этом возрасте. После такого я долго не могла никому доверять. До самого выпускного класса я не допускала к себе парней, потому что страх предательства заставлял закрываться ото всех. Я. А я в 13 лет натирал руки о флисовый плед, чтобы ударить младшего брата в ухо статическим электричеством с криком. Пика-пика! Было мне лет 7. У нас в огороде росла развесистая груша в виде буквы В. И отец решил на неё залезть. Естественно, как это и бывает, сил взобраться хватило, а обратно нет. Сидит наверху, кайфует и просит меня принести лестницу. Ну, я как порядочный пошёл за ней. Затем меня решил навестить лучший друг и позвал играть в приставку. Я, ясен красен, согласился. Шёл третий час игры, и тут я вспоминаю про лестницу. Бегу домой. Крики с огорода. На кой я его родил? В итоге отец просидел три с половиной часа на груша, а я потом две недели жил у бабки. В детстве, когда мы с сестрой простужались, бабушка всегда лечила нас бальзамом Битнера, наливая нам по колпачку. Сестрёнка всегда морщилась при этом. А мне безумно нравился его загадочный травянисто-спиртовой вкус. И вот однажды, после очередной порции бальзама, я громко заявил, что, когда вырасту, устроюсь на завод по производству таких вкусных и полезных лекарств, чтобы я мог беспрепятственно пить их стаканами, всех угощать и никогда не болеть. Мама нахмурилась, бабушка поперхнулась чаем, а дед одобрительно кивнул. В садике мне нравилась девочка Вера. Она любила мальчика Сашу. Даже как-то поцеловались. Ну, в общем, я очень сильно ревновал. Насколько может ревновать ребёнок, вот настолько и ревновал. Однажды я придумал идеальный план, как отбить эту Веру. План был простой. При этой самой Вере я должен был столкнуться лбом с ним. В буквальном смысле. Далее, перед тем, как пойти на прогулку, я должен был подойти к любимой и сказать, «Это я, Саша, и я поменялся телом со мной». И попробовать поцеловать в щёчку или, о боже, в губки. Я каким-то образом провернул всё это действие. Убедил её и удивительно его в этой истории. Вера дружила со мной. Саша был мной. Он реально поверил, что он – это я. Целый день я считал себя каким-то гением, пока за мной не пришла мама. И чтобы не спалиться, что их двоих я обвёл вокруг пальца, я ещё раз ударился с этим Сашей головой. Правда, потом замена тел не работала. На другие мои манипуляции они не велись. Видимо, о чём-то стали подозревать. Сердце было разбито. Помню, как сейчас, перед родителями, стою я. Десять лет. Мои сёстры. Главный вопрос. Кто стёр кассету? Никто не сознаётся. Очевидно, что кто-то хотел послушать и нажал соседнюю кнопку. Какого чёрта вообще эти кнопки соседние? 25 рублей на ветер. Новая кассета. Купили недавно. Стоим, молчим. И тут на кассете зазвучал, нараспев, мой голос. Голова моя глупая, безногая, безрукая. Палево. Впервые за серьёзной покупкой мама отправила меня, когда мне было 7 лет. Магазин на другом конце города. И задача купить себе галоши. Я весь такой важный покупатель. Хожу один в магазине, выбираю. Нашёл нужный размер. И тут понимаю, что денег хватает только на одну галошу. На витрине-то по одной стоят. А у меня на обе не хватает. Можно мне пока только правую? И протягиваю деньги. Ой, какой молодец. Сам покупает. Мы тебе вторую тогда подарим. Женщины на кассе поулыбались и принесли мне вторую галошу. Я ещё отнекивался, что обязательно её куплю потом. Но они были непреклонны. Подарок за самостоятельность. Лол. Когда я был очень маленьким, мы с братом возвращались из школы и остановились на углу какого-то дома. Смотрим зеркальные окна. Прикольно, но посмотреть в них было очень проблематично. А так как мы были маленькими, нам пришлось подпрыгивать. Ну мы и давай прыгать на месте. Ветер в голове. Вошли в кураж. Корчим рожи. Прыгаем с диким рёвом. Прыгали до тех пор, пока не вышел из дома суровый мужик в костюме. И не сказал нам, вы конечно извините, но у нас тут блин совещание. Стыдно было, не передать. Все писали сочинение на тему, кем я стану, когда вырасту. Так вот, в огромной волне космонавтов и капитанов дальнего плавания, учительница особенно выделила и зачитала сочинение одноклассника. Далее примерная цитата. Когда я вырасту, я хочу стать дворником, ведь они по утрам всегда находят кошельки с деньгами, а днём уже свободны и могут их тратить. Однажды в детстве я решила приготовить родителям сок из мандаринов. Благо тех было дома много, ведь приближался Новый год. Я начистила не меньше двух кило и не придумала ничего лучше, чем каждую долечку раздавить с помощью чеснокодавки. Я была очень довольна результатом, и родители даже похвалили меня за помощь, а мандарины потом всегда прятали. Было со мной лет в 5-6. Оставили меня дома со старшим братом, а он почему-то не отпускал меня гулять. Ну да, тогда во дворах дети гуляли одни. Мой детский мозг нашёл, как ему казалось, гениальное решение ситуации. Раз моя просьба не прокатывает, надо зайти сверху. И я печатным детским почерком написал записку и с радостным криком «Тут мама записку же тебе оставила!» «Вот, нашёл!» Принёс брату. Он долго ржал, но гулять отпустил. Текст заклинания «Серожа, отпусти, ленью погулят!» «Та я мама!» Долго меня в семье после этого звали аферистом. Все, наверное, в детстве делали кашу-малашу из земли и воды. Короче, грязь. Но нам с детворой однажды надоело это делать в ведёрках, как делали все нормальные дети. Мы вырыли здоровую яму и залили её водой. Я, видать, была главная свинья из всех, поэтому героически залезла в яму ногами и начала месить эту кашу-малашу. От увиденного отца хватил инфаркт, и дома он ждал меня с ремнём. Ещё раз увижу, что ты в сандалиях полезла в эту грязищу, получишь. И показал ремень. Сказано. Сделано. И в следующий раз он уже видел, как я лезла в эту яму без сандалий. Зато в колготках. Было мне лет 5-6. Хотел в то время научиться подкидывать конфету и ловить её ртом. Вроде бы из фильма «Мистер Бин» я узнал эту гениальную идею. Естественно, у меня не получается. И, как назло, конфеты закончились. В ход пошло всё, что на улице росло. Незрелые яблочки, ягоды, козьи какашки. Шутка. В руки попала волчья ягода. Бросок. Гол. Тут пошли флешбеки о том, как бабушка рассказывала, что эти ягоды есть нельзя, можешь умереть. Было стыдно, и я решил идти умирать туда, где меня потом не найдут. Под кровать. Пролежал часа 3 и пошёл дальше тренироваться. А на этом видео заканчивается. Ссылка на мой телеграм-канал всё также находится в описании. И если видео вам понравилось, поддержите его лайком и подпиской на канал. Давайте на этом видео наберём 2000 лайков. Я знаю, вы можете. А для того, чтобы не пропускать вечерние премьеры моих роликов, на которых мы с вами тепло и дружно общаемся, советую нажать на колокольчик. Это информация для тех, кто на канале впервые. Видео у меня выходит каждый день, то есть в учебные дни в 18.45 по московскому времени. Не пропусти и успей пообщаться со мной на премьере. До завтрашнего вечера. Всем адьос, как тусята. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok